Питон 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 там люди, и мне отвечает охрана, а это не они, то есть, ну, как-то, вот, аудитория закрыта, ключ и проектор здесь, а это не они, вот, да, я несколько по это самое, покрутил эту мысль в голове, вот, ладно, значит, смотрите, на самом деле сегодня довольно суровый у нас кусок темы, видите, я даже оставил себе напоминание, что возможно, а я говорю суровый, вот, я даже оставил себе напоминание, что возможно, я попытаюсь запихать, ну, как это, впихнуть невпихуемое, вот, но посмотрим, что будет дальше, значит, напоминаю, что мы с вами разговариваем, продолжаем разговаривать про объектную модель в питоне, вот, мы с вами посмотрели в прошлый раз, как устроена она сама по себе, и это казалось как-то предательски просто, берем пространство имен под названием класс, засовываем туда произвольные имена, вот, и это и есть поля этого класса, да, а когда мы засовываем туда коллабл-объекты, то бишь функции, они превращаются в методы, все, больше ничего, собственно, не нужно нам знать, вот, одно из свойств, обязательных свойств объектно-ориентированного языка, это поддержка наследования, вот, напоминаю, что наследование интерпретируется на удивительной философской статье в Википедии, как такой, такой способ переключения потока управления, но там все, в принципе, интересно в Википедии, вот, в основной статье, вот, с нашей точки зрения наследование это, как обычно, супер просто, если это наследование линейное, мы просто при объявлении класса говорим, от какого класса он наследуется, и в область видимости появляются все атрибуты того класса, который вот здесь вот написан, все, то есть ничего иного, собственно, наследование в том виде, в котором оно реализовано в Википедии, ничего иного оно не делает, к сожалению, даже для этого ничего иного, есть довольно много, есть довольно много, есть довольно много, как это сказать, подводных камней, вот, некоторые из них мы сегодня с вами даже посмотрим, вот, значит, то есть, если мы говорим, что есть у нас класс А, у которого есть поле, поле Ф, и метод Мет, да, то, если мы определяем производный от этого класса класс Б, то у него будут, там, со своими полями, со своими методами, даже без всего, просто пустой, то у него, понятное дело, окажется при попытке в него заглянуть, оказывается, что у него есть и метод Ф, и поле Ф, и метод Мес, вот, более интересный момент состоит в том, что, что у класса Б нету в действительности в самом классе Б этих полей, да, вот, вот, то есть, помните, мы с вами говорили, что ДИР, это тоже такая специальная функция, которая не просто лезет в ДИКТ, вот сейчас она не просто лезет в ДИКТ, как видите, в ДИРе у нас информация о видимости Ф и метод есть, а в самом ДИКТе, естественно, их нету, потому что в Б они, разумеется, отсутствуют, они в А наличестве, вот, соответственно, область видимости при этом выглядит так, понятное дело, что если мы породили объект класса Б, то в нем такая же фигня, да, сам он пустой, как и было сказано, ну, в смысле, его пространство имен непосредственно пустое, но способ видимости атрибутов объекта, он очень простой, сначала мы смотрим поля самого объекта, коих у нас тут нету, они бы были, мы и нитом их завели, дальше поля производного класса и дальше поля родительского класса, ну, если их там много, то рекурсивно, да, то есть, если мы, например, определим Б как, ну, хоть что-нибудь сюда добавим, там, с равняется 42, да, то тогда у нас уже, вот она, с, да, где тут с, 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 что, а, я его, я его не произвел еще. Не объявленная переменная ку-ку, не знаю, где она тут, видимо, это где-то, где-то раньше была. А, принт ку-ку, я его никак не вызову, да, ну, значит, надо его переопределить, действительно, спасибо, 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 вот здесь вот надо было ку-ку-т вот так сказать, конечно, вот, да, так вот, значит, жмяк, кстати, сказать, обратите внимание, мы переопределили сейчас класс А, мне очень интересно, как будет себя вести метод ку-ку, не ку-ку, а как там, мет, объекты Б, он выдаст ошибку, как предполагалось, вот здесь, или все-таки он напишет строчку ку-ку? То есть, момент порождения класса, описание класса Б, вот здесь, когда он был создан относительно, ну, с, на базе класса А, понятное дело, что именно в этот момент произошел, произошло связывание той самой цепочки просмотра, значит, наследования, вот, и если мы после этого переопределили класс А, разумеется, класс Б никак не изменился, мы его даже удалить могли, и ничего, значит, надо его переопределить снова, вот, да, значит, смотрите, итак, мы порождаем объект класса С, теперь класса Б, теперь он, конечно, работает, вот, естественно, у него есть все три атрибута С, Ф и Мет, вот, естественно, в его дикте, должен присутствовать, я так думаю, что в нем должен присутствовать только, только ничего, потому что никакого локального Б, да, он называется, да, только ничего, потому что никакого поля объекта мы еще не завели, да, могли это сделать в ините, или могли туда вручную носовать, но сейчас там ничего нету, поля класса, в нем, полями класса является поле, собственно, С, а полями родительского класса является поле Ф и Мет, ну, то есть атрибуты Ф и Мет, такие дела, вот, потом же, по той же причине, потом же, по тому же принципу, эти самые поля и загораживаются, мы, например, можем переопределить в классе Б поле, которое у нас называлось Ф, да, если в классе А оно было у нас 100-500, то в классе Б оно будет 42, и когда мы, когда мы, то оно будет, разумеется, 42, да, значит, правила видимости ровно такие же. Но есть одна интересная особенность, который, значит, да, здесь я пропускаю какой-то кусок очевидный, какой-то кусок совершенно очевидный для меня, возможно, не очевидный для людей, которые первый раз видят вообще это ваше объектно-ориентированное программирование, с другой стороны, у здесь присутствующих на втором курсе что-то было, в третьем семестре, если мне не изменяет, в четвертом семестре, если мне не изменяет память, так что совсем уж новым ничего для вас не является. Поэтому я начну, наверное, с каких-то не вполне очевидных вещей сразу, чтобы сосредоточиться, ну, на особенностях языка. Значит, представим себе, что у нас есть класс все тот же А, у которого определен метод АДД. Во, значит, и давайте подумаем, как правильно, да никак неправильно, все, return 100500. Есть, например, класс Б, у которого определен метод, допустим, СТР. Только Б от А, естественно, извините. Вот, что мы имеем с гуся? Мы имеем такую прекрасную вещь, что у нас объекты можно складывать. Понятное дело, что они как-то очень странно складываются, но складываются. Вот, даже так. Да? При этом, если мы скажем printA, то мы получим, да это моя любимая функция, то мы получим, мы получим, ну, как обычно, мы помним, что метод print преобразует объект А с помощью встроенного метода СТР в строку, а если такого метода нету, то с помощью встроенного метода репр, который есть всегда. Вот. И это очевидный репр. Мы такое видели, когда делали домашние задания. Вот. Если мы при этом зададим объект типа Б, и скажем printB, то, разумеется, у него будет все по-другому, потому что type от нашего Б, это Б. Вот. Предположим, соответственно, у этого самого метода, у Б тоже будет операция сложения, она тоже будет, ну, короче, все нормально. Ненормально начинается тогда, когда мы хотим сделать немножко более хитрую штуку. Ну, например, все тот же класс А. Допустим, давайте так, dev init от self. Да, 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 вот вы этого хотели, да? Нет, хорошо, ты веришь? Да, тороплюсь. Я тороплюсь, потому что мне все время кажется, что я не успел. Ладно, значит, self.val равняется val. Какая разница? Нет, это без разницы. Совершенно без разницы, какой отступ. Вот. Ну, допустим, вот так. Значит, чем хорош этот класс? Он умеет даже складываться. Чем он плох? На выходе у нас получается целое число, а вовсе не элемент класса А. То есть мы можем написать что-то типа А от 9 плюс А от 10, но получим целое число, а хотелось бы, конечно, получать класс А. Да? Еще. Давайте мы еще сделаем что-нибудь типа такого. Да? Да, мы хотели бы, конечно, чтобы вот здесь вот, естественно, вылезал класс А в результате. Вот. Ну, хорошо, давайте переопределим это дело. Это же очень легко. Вот здесь вот return возьмем и преобразуем его в А. Вот и все. Вот. И получили такую довольно удобную штуку. Ну, в общем, вот. Удобство этой штуки немедленно разваливается, когда мы унаследуем, ну, напишем, напишем что-то типа класс B от А. Ну и, допустим, дев все тот же str. Там не знаю. Чего? Нет. Ага. Вот. Значит, все хорошо, пока мы, пока мы, пока мы работаем с элементами, ну, только тут было B от 9, да? Ну, посмотрите, какая красота. Проблема начинается тогда, когда мы напишем что-то вот так. Видите, сколько там оскобочек вылезло? Почему? Ну, потому что мы взяли метод ADD. Его в нашем классе нету, значит, он в родительском. Мы взяли метод родительской. И здесь черным по белому написано возвращать объект типа А. Это проблема. Это проблема, потому что получается так, что если у вас в базовом классе функции написаны таким образом, что они возвращают объект именно этого типа, то любую такую операцию, если мы хотим перегрузить, чтобы у нас возвращался объект типа B, нам придется руками преобразовывать этот тип. Вот. Слава богу, можно этот вопрос решить по-другому. Вот. И вот здесь вот поступить хитрее. Вместо преобразования к типу А, что на самом деле еще и не очень хорошо, да, мы внезапно вот в этом месте, почему-то знаем, как наш класс вообще называется. Вот. Вместо преобразования к типу А можно сделать вот так вот. Сел в точка класс. Вот. Сначала давайте посмотрим, как это работает, а потом я покажу, почему это работает, хотя... Да, спасибо. Хотя у меня есть сильное подозрение, что большинству из вас и так понятно, почему это работает. Окей, значит, теперь мы можем снова произвести класс B на основании А, это уже будет другой класс B. Вот. Да. Ну и попробовать написать вот этот принт О. It works. Теперь у нас результат вот этого сложения, несмотря на то, что само сложение происходит в методе, который найден в классе А, это сложение, в нем происходит преобразование к тому типу, ну, то есть создание объекта того типа, какого типа был наш объект. Вот. Почему так? Да очень по простой причине так. Мы знаем, что в питоне есть всякие волшебные функции, ну, например, type от B, которая возвращает, которая пишет, что это объект от типа B. На самом деле функция type не просто пишет, она возвращает объект, являющийся конструктором B, то бишь его класс. Смотрите. Мы про это еще будем говорить, когда будем говорить про мета-классы в питоне. Да я все время... Короче. Функция type возвращает, собственно, класс, тот самый класс B, который конструирует объекты типа B. Ну, и то же самое, это почти то же самое, некоторые усложнения, некий специальный протокол конструкции, который можно было бы написать и вот так. Таким образом, когда мы пишем вот здесь, вот, self.class, мы на самом деле приносим объект, являющийся классом, типом нашего self, и с помощью него конструируем, ну, в общем, вот. Да, значит, этот трюк позволяет нам избежать, во-первых, упоминания имени класса внутри имени класса, да, а во-вторых, преобразовывать к тому типу производному, который в данный момент сюда приехал на обработку. И этот же трюк сильно упрощает наше понимание того, как все это безобразие работает. Оно работает вот абсолютно в прямую сторону. Мы смотрим в класс B, мы не видим в классе B операции сложения, мы смотрим в его родительский класс, мы видим в нем операцию сложения, мы выполняем эту операцию сложения ровно так, как здесь написано. Да, никаких таинственных подковерных синтофических конструкций, помимо того, что мы видим своими глазами, да, в питоне просто нету, по крайней мере, в этом механизме. Вот, то есть все это работает, ну, типа, как бы само. Тут возникает интересный вопрос. Предположим, у нас есть какой-то класс, мы определили некоторый класс, у которого есть некоторый метод. Да, там. Ну, не знаю. А. В классе B мы хотим воспользоваться методом родительского класса, ну, его чем-то там дополнительно обмазать. То есть мы перегружаем метод FUN, но хотим добыть из родительского класса его собственное поле FUN, обработать, сначала вызвать его, а потом уже, значит, вызвать свое. Ну, например, что-нибудь такое, значит, у нас, то как бы от A, естественно, родительский класс. Да. Напоминаю, что, помните, метод класса является обычной функцией, ему self надо передавать первым параметром руками. Да? Ну, то есть здесь ретем, конечно. Плюс, ну, скажем, B. Ну, давайте посмотрим в результате, что получается. Вот это у нас объект типа A. А, FUN от A. Ну, а тогда можно даже не принт, а просто FUN от A. Чего? Да, господи, A.FUN, что-то я торможу. О! Вот у нас объект типа B. Все, в общем, абсолютно ожиданно. Мы вызвали метод класса FUN, передали ему в качестве параметра self. Он, этот self, не обратил никакого особенного внимания, ну да ладно. Метод вернул A, мы к этому A прибавили B, вернули ее. Что здесь нам не нравится? Да то же самое, что нам не нравилось вот в этой записи. Вот в этой. Мы внезапно, как такие, значит, провидцы, внезапно вот в этом месте знаем, как назывался наш базовый класс. Вообще, говорят, нехорошо. Особенно нехорошо это станет при множественном наследовании, но даже здесь это, в общем, такое, я бы сказал, неправильный прием, который применять не надо. Мало ли что, переименуют этот класс или еще что-нибудь, или, ну, в общем, нет. В конце концов, момент выполнения. Смотрите, все еще хуже. Ну-ка, давайте попробуем. Тыдыц? Вообще так делать нельзя. У нас пространства имен этого A теперь нету. Во, все еще хуже. Во, такие дела. То есть, там делать нельзя. А как надо? Тут возникает некоторый вопрос. Как нам добраться до родительского класса? Самый простой способ состоит в том, чтобы не добираться до родительского класса вообще. Потому что вместо этого у нас есть специальный прокси-объект, который называется супер. О, потому что у нас класс атомы удалили. О, да, значит, смотрите. Что делает функция супер? Функция супер, она довольно таинственная. По двум причинам. Причина первая. Функция супер возвращает некоторый сборник всех методов родительского класса. То есть, при прямом наследовании, линейном, это как бы экземпляр родительского класса, только не экземпляр. Потому что, например, не создается, в момент вызова функции супер, не вызывается конструктор, настоящий конструктор, экземпляр класса, не создается. Нам список атрибутов только приходит. И вот один из этих атрибутов, называемый fun, мы и вызываем. Давайте попробуем, кстати. А, fun от b, да? b.fun. Ну, давайте, как белые люди, сделаем. Вот, значит, функциональность совершенно такая же, но более надежная. Что именно мы сделали? Мы сказали, вот у нас есть цепочка наследования, поищи в этой цепочке, пожалуйста. То есть, не так, а прошарь ее всю. Сконструируй мне некоторое нечто, у которого будут все те методы, которые были у родительских классов. Ну и вызовы, пожалуйста, вот. Значит, таинственность функции супер заключается в двух вещах. Первый, я уже сказал, она не является, она не возвращает экземпляр чего-то, да? Это такой прокси-обжиг. Вторая таинственность стоит в том, что мы вот здесь вот не пишем селф точка. Мы уже поделали домашние задания, в которых надо было писать селф точка. Везде. Ну, потому что питон так устроен, там все прозрачно, мы всегда передаем соответствующий экземпляр, к которому обращаемся. Вот. А вот супер работает по-другому. Поскольку он является функцией, ему самому как функции, ничего не стоит посмотреть, в каком контексте он запущен. Из какого контекста, из какого объекта, из какого класса, из объекта какого класса он запущен. Более того, вот прибавление сюда вот этого селф, оно бы ничего не улучшило, потому что нам все равно бы пришлось ходить в класс, ходить в базовые классы, ну и так дальше. Вот. Поэтому, как бы, поскольку оно ничего не значит, естественно, мы туда и не пишем. Все равно супер анализирует тот контекст, из которого вызван, и рассматривает те классы, которые участвовали в его создании. Вот. А в остальном очень удобная штука. Ее вящее удобство мы еще поймем, потому что, понятное дело, что здесь можно было как-то по-другому обойтись, но просто не надо по-другому обходиться. Всегда вызывайте супер, если вы хотите вызвать метод родительского класса. Все. Вот. А, вот я тут же так и написал. Есть еще одна довольно забавная тема, связанная с защитой о коллизии Мюрн. Смотрите. Мы взяли и в, скажем, где-нибудь здесь. Где мы это сделали? Там, где мы буквы... Во. Вот, смотрите. Помните, мы определили класс А, у которого есть поле F, и класс B, у которого тоже есть поле F. И это поле F загородило поле F родительского класса, потому что оно более, так сказать, актуальное. Да, вот в последовательности просмотра всех цепочек, всех классов, которые друг друга порождают, вот это поле F самое такое нам больше нужное больше всех. И это как бы не коллизия имен. Это пользователь класса перегрузил поле F родительского класса, он так хотел. Если он так не хотел, но все равно перегрузил, у него это случайно получилось. Ну, помните, что это аббревиатура обозначает? Сам себе злобный Буратино. Вот. Значит, ну, то есть, ну, на самом деле он так хотел, только не знал об этом, да? Буратино не хотел ходить в школу, да? Он вот хотел все то, что с ним потом приключилось, просто не знал об этом. Вот. Значит, но есть одно важное исключение, которое состоит в том, что, вообще говоря, мы не обязаны, используя какой-то класс, мы не обязаны, перегружая класс А классом Б, наизусть помнить все поля класса А. Ну, мало ли, те, которыми мы пользуемся, мы их помним, а те, которыми мы не пользуемся, мы их не помним. Правда ведь удивительно? Вот. То есть, разработчик родительского класса не хотел того факта, чтобы при его наследовании это поле можно было перебить чем-то другим. Есть два способа это сделать, мы один из них с использованием шаблона программирования getter, setter, deleter посмотрим на следующих лекциях. А пока посмотрим самый простой, я бы сказал, остроумный, но слегка такой странноватенький, чисто в Python-style способ это сделать. Если поле, имя поле, начинается на два подчеркивания, то, в любом поле, атрибутах, я напоминаю, что я иногда полями буду называть и поля, и методы, потому что я так привык. По-хорошему их надо называть атрибутами, поля-полями, а методы-методами, но я еще не приучился. Да. Где в этом списке поле blablabla.f? Вот оно. Если у вас в классе, при его создании, образуется объект с именем, начинающимся на blablabla, на два подчеркивания, он автоматически в процессе этого создания переименовывается вот в такое подчеркивание, имя класса, имя объекта. Это неожиданный такой поворот, который что позволяет сделать? Смотрите. Дев, ну, допустим, funA от self, print self.f. Класс B. f равняется 42. Так, значит, сейчас я вангую, что... А, да, B, 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 как обычно, я забыл его унаследовать, да? Надо сказать, что вот так вот, да? Рука большая. Во, да? Я вангую, что сейчас должно быть 100-500, потому что в действительности вот здесь написано print self. Подчеркивание A2 подчеркивание F. Да, вот такая вот замена одного в другое происходит на уровне всего синтаксического описания вот здесь. Соответственно, если мы еще определим в этом фун B... B большое, да? От self. Print. Self.f. И еще по ходу сел в точка А. Ф. Обратимся к нему напрямую. Это же питон, все можно, никто ничего не запрещал. Так. Ну вот. Что и следовало ожидать. Вот такое имя начинается на два подчеркивания и транслируется вот в такое. Это у нас, нам досталось от класса А. Вот такое имя начинается на одно подчеркивание, и мы к нему сходили. То есть, это не сокрытие полей. Любой человек может взять и по имени вот сюда обратиться. Что еще хуже, я могу перебить поле А подчеркивания F в классе B, если очень хочу. Это, конечно, так никто не делает, не рекомендуется так делать. Но если очень-очень хочется, то мне кажется, что можно. Да. Но, опять-таки, я вот вижу, народ уже начал друг с другом разговаривать. Видимо, я слишком много сосредоточился на этой теме. Ничего здесь нет военного, кроме, значит, вот этой самой замены. Замены одного на другую. Это всего лишь синтаксический сахар для того, чтобы избежать случайного, случайной коллизии имен. Случайно так сделать нельзя. Если человек сделал это специально, вот так, то тут он, естественно, себе злобный Буратино премиум класс. Ну, потому что он не просто как бы выстрелил себе в ногу, а еще тщательно прицелился и сделал пробный выстрел. Ну, как бы, окей. Это было все простые вещи про питон. А сейчас будут не простые вещи про питон, а именно множественные наследования. Множественные наследования, в принципе, выглядят как очень простая штука-то, на самом деле. Ну, вот у нас есть несколько классов, там, класс А, да, класс Б и класс С, который одновременно А и Б. То есть он унаследован от двух родителей. Ну, в отличие от природы, унаследоваться можно от скольких хотишь родителей. Сколько хочешь. Вот. Значит, тут сокращение спрашивает, вот в этом случае мы должны снова помнить имя родителя? Нет, не должны в этом идея. Это я его тут запомнил, потому что я его запомнил. А на самом деле нет, не должны. Мы просто не должны даже знать о том, что это поле существует. Это поле считается приватным. Не в смысле защищенным и доступа к нему нет. Как видите, доступ к нему есть. А в смысле вы в здравом уме не изобретете вот такое локальное поле производного класса, да? И поэтому это поле окажется как бы приватным. Вот. Так вот, унасное наследование. Ничего такого. Давайте мы даже напишем что-нибудь типа, чтобы нам было более понятно, как это происходит. У нас есть класс А, у него есть функция. Дай пускай будет поле. Это F1, но F равняется там 100500. У нас есть класс B, у него есть поле G равняется 42. Класс, да, спасибо. Вот так, да? Вот. И у нас есть класс С, который унаследован от их обоих. У которого эти оба поля есть F и G. Казалось бы, мукуна как просто. Очень удобно, кстати, да? Это одна из наследований множественное. Это одна из таких операций, которые позволяют вам накидать функциональности в разные классы, а потом их по-быренькому так слепить в один, чтобы все это умело делать представители одного и того же класса в одном объекте. Но есть проблема. Во-первых, сами классы тоже могут быть производными. В том числе друг от друга. Кто вам сказал, что вот этот, допустим, B не является, не знаю, там, предком или потомком А? Или у них там еще у обоих общий предок? Так тоже можно. Это значит, что вместо цепочки наследования и даже вместо дерева наследования мы имеем ориентированный граф наследования, который, кажется, является сетью. То есть в нем нет ориентированных граф без цикла, а это сеть. Да, вот у нас есть этот самый наш несчастный с одним, так сказать, истоком, это нашим классом С, а дальше там вот они вот друг от друга как-то, значит, наследуются, наследуются. В конце концов приезжают к каким-то базовым классам, которые уже ни от кого не наследуются. В этом графе там и сям могут встречаться атрибуты с одинаковыми названиями. Вот, допустим, у нас есть все тот же класс А. Давайте сейчас проверим класс. Причем то, что я сейчас буду говорить, важно, разумеется, не для полей, которые полят данных, а для атрибутов методов, которые вызываются. Потому что в случае полей данных там все упирается в видимость. Мы видим это поле, мы его называем, мы с ним работаем. А вот в случае вызова методов, хороший вопрос, какой из методов будет вызван. Ну вот смотрите, вот у нас есть класс А, этот самый фун. Фун, это было слово фун, но от селф. Принт. А, ну только А, да. Вот, и класс Б. Фун отсел в принт Б. Ну и есть, наконец, класс С, который от А, запятая Б. Вот, внимание, вопрос. Давайте очень быстренько повангуем, что нам сейчас выдастся, Б или А. Ну, короче, два варианта, Б или А. А. Почему А? Потому что мы определяем вот здесь порядок наследования, это так называемое ожидание номер один. И решаем, что? То, что называется в питоне method resolution order, то есть порядок поиска методов. В частности, определен вот так. Мы говорим, сначала ищем в А, если нашли, используем. А потом ищем в Б. First wins. То есть такой поиск, я бы сказал, в глубину. Да, вот мы сначала ищем в первом объекте, если не нашли, ищем во втором. Вот. К сожалению, поиск в глубину не работает. Вот, например, не буду сейчас вручную эту картинку делать, времени нету. Вот, например, граф наследования. B у нас, D у нас делается из объектов B и C. Оба объекта B и C, у них общий предок A. У C и у A есть поле V, ну, метод V. А у B и D нет. Если мы примем метод resolution order как обход в глубину, и B у нас будет первым, то мы совершенно противоестественным образом доберемся до A точка V первыми. Вот. То есть, понятно, да, почему это не работает? Это нарушение ожидания номер два. Что мы рассчитываем, что тот объект, тот класс, который ближе по графу наследования к нашему производному, от него-то и будет, и приедет метод. Ничего подобного, да? Если мы принимаем, принимаем, в случае ромбовидного наследования, принимаем обход в глубину, то мы внезапно доезжаем до A раньше, чем до C. Нехорошо. Ну, давайте тогда сделаем наоборот, тогда давайте попробуем сделать так, что у нас есть... Давайте сейчас это тоже проверим. Значит, вот у нас есть... Вот это ромбовидное наследование, да? Почему бы и нет? Значит, класс A. Принт А. Класс B. Он у нас был пустой, да? Там нету. Да, вот по картинке прям сделаем. Да, B у нас... Там нету этого самого фуна. Класс C. C от А. Кстати, вот, от А. Там мы перегружаем этот фун. Ну, и, наконец, класс D. И, кстати, не факт, что он заработает, но давайте посмотрим. В каком порядке? Сначала B, потом C. B, потом C. Двуточа пас. Во! Так. Наши ожидания. А или C? Ожидание C. Ну, понятно. Да? Значит, таким образом, возможно, нам нужно устроить обход в ширину. И тогда будет все работать. Ничего подобного. Обход в ширину тоже не работает. Посмотрим на эту картинку. Уж я, с вашего позволения, всю эту иерархию руками в питоне писать не буду. Представьте себе, что у нас есть базовый класс А. От него унаследован класс B, который перегружает поле В. От него унаследован класс BB. От него унаследован класс BBB. А еще от нашего базового класса А унаследован класс C. Они являются предками класса D. И если поиск метод Resolution Order осуществляется строго в ширину, то есть по уровню наследования, то мы внезапно до А доходим раньше, чем до Б. Потому что вот это первый уровень, вот это вот BB и А точка В второй. Тут только две стрелки, и за две стрелки мы добираемся до В, при обходе в ширину. Ни то, ни другое не годится. А что нужно? Нужно состряпать некоторый алгоритм, который бы нам позволял вот эту вот сеть дерева, граф, ориентированный граф наследования превращать в цепочку. И говорить, так, вот есть список классов, пройдись по этому списку. И какой первый класс найдется с соответствующим методом, такой выбирай. То есть метод Resolution Order в нашем случае это результат линеаризации графа классов. Мы скормили, значит, ему вот этот наш класс, он построил вот этот граф, вот такой или еще какой-то, и превратил его в список линейный. Вот. Если такая линеаризация возможна, то все хорошо. Фишка состоит в том, что в этой линеаризации мы должны обеспечить оба наших ожидания. Наше ожидание, что если мы вот так вот унаследовали то сначала будет искаться в А, а потом в Б. И наше ожидание, что если, значит, у нас есть предок, а у него есть предок, то сначала будет искаться у, как это, сына, а потом у внука. Ну, то есть, наоборот, у отца, а потом у дедушки. Вот. То есть линеаризация должна обеспечивать два одновременно конфликтующих друг с другом свойства. Почему они конфликтуют, мы сейчас увидим. Это свойство монотонности, то есть соблюдение порядка наследования, да? Когда мы говорим, что класс Б унаследован от А, то поиск будет сначала производиться, и, соответственно, поиск сначала идет в Б, потом в А, да? То если класс С унаследован от Б, поиск должен производиться сначала в С, потом в Б, потом в А. Соблюдение порядка наследования, монотонность, линеаризация. Понятно. Абсолютно логичное ожидание от процедуры метода Resolution Order Но есть и вторая западня, которая состоит в том, что соблюдение порядка объявлений Это тоже логичное ожидание от метода Resolution Order Мы хотим, чтобы если класс у нас унаследован от C, а потом от D Ну, в смысле, класс C унаследован от D, а потом от E Мы хотим, чтобы в нашей линеаризации C встречалась раньше, чем D, а D встречалась раньше, чем E И этот порядок тоже должен быть соблюден Как мы увидим чуть позже, соблюдение обоих порядков невозможно Оно может привести к конфликту До тех пор, пока в языке программирования PERL не изобрели специальный способ Специальный алгоритм метода Resolution Order, который называется MRO-C3 Большинство языков программирования вообще запрещали множественное наследование Java, например Просто потому, что люди сталкивались с ситуацией, когда разные программисты думают по-разному И хуже того, один и тот же программист в разных ситуациях думает про то, как у него, какими свойствами обладает его дерево классов По-разному Ему иногда так удобнее, иногда сяк Вот Значит, если очень на пальцах пытаться объяснить этот MRO-C3 То там все просто Мы обходим дерево в ширину, но Узел при обходе в ширину считается доступным, то есть мы его помещаем в линиеризацию Только если он соответствует обоим порядкам одновременно То есть он является, не является ничьим предком То есть во всех этих иерархиях в данный момент стоит первым Или отсутствует И также не является ничьим, так сказать, последующим То есть он во всех порядках объявлениях тоже стоит первым Тогда это хороший, доступный элемент, который можно включать в линиеризацию А если в какой-то момент у нас есть еще неразобранные части этого дерева Но ни одно из них не включено, ни одно из них не обладает вот этим двумя порядками Не соответствует двум порядкам сразу Значит, линиеризация невозможна и такой граф наследования объявляется ошибочным И возникает соответствующее исключение Типичный пример, это когда класс является базовым для класса B А в порядке объявления при наследовании класса C от них Они стоят задым наперед Все Вот она эта ситуация Вот такая ситуация Вот такая ситуация, да Вот такая ситуация не работает Всего-навсего Почему? Мы рассчитываем, что поскольку B является потомком A То мы сначала будем смотреть Метод резолюжного норда сначала будет смотреть в B, потом в A Но объявление здесь устроено так, что надо сначала смотреть в A, потом в B Два ожидания противоречат друг другу И эта фигня, как мы сейчас увидим, попробуем это пальчиками Является ошибочной Вот Теперь, собственно, сам алгоритм Описание самого алгоритма присутствует в очень многих местах Оно есть в Википедии Оно есть в статье Гайля Оно есть в большой статье на Хабре Оно есть в самом документации Питон В конце концов, оно есть в докладе Елены Шамаевой на нашей конференции То, в которой, пожалуй, наиболее подробно и наиболее разумно объясняется Зачем алгоритм такой Главная проблема этой алгоритмы Непонятно, зачем он такой Вот, значит, тогда она была студенткой Пятого, что ли, курса Сейчас она аспирант Там вот наша факультета Вот, всех отсылаю к этому докладу Там хорошо Но если все-таки алгоритм на пальцах Что такое линеаризация То есть вот этот самый список Графа Есть граф, а есть линеаризированный граф В линеаризацию нашего класса входит А, сам класс То есть первое, где мы будем смотреть методы Это в нашем классе А вдруг они там есть А дальше совмещение Результат совмещения Линеаризации всех Родительских классов А также самого списка этих родительских классов Линеаризация всех родительских классов Это аналог ожидания О соблюдении порядка наследования А сам список родительских классов В том виде, в котором он указан При объявлении нашего класса Это ожидание соблюдения порядка Вот этого Порядка объявлений Вот этого Вот этот список в конец добавляется Вот если мы совмещаем Всю вот эту безобразие То у нас получается линеаризация Графа наследия нашего класса Совмещение Это такая специальная процедура Которая на самом деле устроена очень просто Вот тут вот много пунктов Но в действительности она устроена очень просто Мы рассматриваем все вот эти очереди То есть все линеаризации наших классов И список родительских классов Это у нас отвечает за порядок наследования Это у нас отвечает за порядок объявлений Слева направо В каждом из списков смотрим его нулевой элемент Если этот элемент В данный момент не является ничьим предком То есть он входит только в начало некоторых списков Или не входит в них вообще В других Не является ничьим предком И не следует после какого-то в описании То есть он либо стоит в начале, либо нигде Мы его удаляем из всех этих списков И включаем в линеаризацию Это хороший клиент Потому что он по порядку оказался первым И выбрасываем его И переходим опять к пункту 1 Опять смотрим весь список Находим такой элемент Который является первым во всех вот этих списках Остатков реализации Остатков списка Либо в них отсутствует И добавляем Если в какой-то момент мы застреваем На ситуации Когда любой элемент Любого из вот этих списков Какой ни возьми Где-то первый, а где-то не первый Мы застряли И это означает, что линеаризация невозможна Давайте попробуем на примере Вот простейший пример И это вот он, да? Простейший пример Это когда мы берем класс А Ну тут можно даже скопипаститься Я не думаю, что написание этого в прямом эфире Это такая уж прям Вот So fast, so good, да? У нас есть А Б у нас является потомком А Здесь стрелки не в ту сторону Но извините, почему-то я их рисую в эту сторону Не знаю почему Вот И если мы попытаемся определить класс Ну допустим, Y Класс Y По картинке Он зависит сначала от B То есть он производный сначала от B Потом от A То все хорошо Ибо порядок объявления и порядок наследования одинаковый И здесь мы сначала смотрим в B, а потом в A И здесь мы сначала смотрим в B, а потом уже в A, как бы его родить А вот если мы пытаемся описать вот так вот Мы получаем ту картинку красную, которая справа И нам говорят, что метод ResolutionOrder не может удовлетворить оба наших ожидания Потому что, повторюсь, мы одновременно ожидаем, что сначала будет смотреть в A, потом в B И одновременно с этим мы ожидаем, что сначала будут смотреть в B, а потом в A Наследование у них такое Так делать нельзя, о чем, собственно, вот И потребовались те самые десятилетия до середины 90-х Или даже начала 2000-х В 2000-м году В конце 90-х это было сделано в Перле В 2000-м это сделано в Питоне Те самые десятилетия Объектно-ориентированного программирования Чтобы комьюнити договорились, что да Не всякое множественное наследование вообще полезно Вот И да, давайте в таких случаях кидать исключения Так не бывает Вы не можете одновременно, значит, вот Как сказано в докладе Елены Вы не можете сделать честное соблюдение очередей Если в одной очереди вы первая, а в другой не первой Это нечестно, вы же там не первой Тот, кто перед вами будет кричать, что вы без очереди прошли Вот такие дела Здесь есть более сложный разбор Вот такой картинки Он на самом деле совершенно не сложный, если бы приглядеться Да, просто у нас Чтобы понять К какой последовательности приходит этот самый МРО А давайте, кстати, посмотрим Ну, совершенно очевидно Да, это то самое, что мы ожидали Сначала мы смотрим в игреке Потом в Б, потому что он первый И потому что Потому что этот самый И потому что он в обоих В обоих очередях первый А потом в А Да, давайте попробуем более сложную картинку Вот Значит, вот у нас есть некоторый класс О Ну, кстати, так тоже можно Почему нет, да? А дальше мы начинаем их Значит, давайте мы сейчас прям картинку нарисуем эту Где она тут? О, D, E, F Класс D от O E, F И это значит Первый уровень наследования Вот этот Теперь, значит, давайте посмотрим B у нас зависит У наследован от D и E D, E в этом порядке C у нас У наследован от D и F В этом порядке D и F Ну и, наконец, есть А, который от B и C Да Давайте посмотрим Какой там порядок просмотра Удивительным образом А, B, C, D, E, F Ну, я специально так подбирал И если посмотреть вот на эту картинку Понятно, почему А, B, C, D, E Сначала А Потом B, C Потом В порядке вот этом D, E F Ну и О в конце Ну вот Все, все, все Как мы собирались Как работает Броц и 3 в этом случае? Давайте попробуем посмотреть Как он работает Потому что Это интересно О Значит, простое наследование Ну В случае Одного класса Естественно, мы будем смотреть только в О В случае D Мы будем смотреть сначала D Потом в О Понятное дело Они у нас так устроены Во все три Тут неинтересно Дальше посмотрим В В В В Значит, как должен Как должно быть Как должен быть устроен МРО в B Окей Давайте посмотрим Что мы делаем Мы говорим, что B Линеаризация B Это, как мы договаривались Сам класс B А также Какое тут было слово Совмещение Всех линеаризаций Родительских классов И список самих родительских классов Как это выглядит Вот это линеаризация Родительских классов Вот они А это список лодительских классов D и E И мы должны его совместить Да Вот, собственно Тот самый Тот самый МРОС и 3 Который Может сказать Что это совмещение Возможно Или что оно невозможно Как Значит Алгоритм какой Берем самый первый элемент Это D Это хороший годный элемент Окей Добавляем его в линеаризацию Остается И удаляем его Из вот этих Вот этих очередей Остается O И O Е Опять человек Мне задает вопросы По C++ Нет у меня желания Записать материал По подкапотной реализации Исключений в C++ Ни малейшего Ну то есть Возможно я его Когда-нибудь посмотрю Этот материал Но записывать точно не буду Амат Снова берем первый Попавшийся элемент Это O Он плохой Потому что В одном из этих списков Он стоит И не на первом месте Да Он является В данном случае Потом Предком Е Поэтому нельзя сейчас Включать в линеаризацию Окей Возьмем следующий Первый элемент Это Е Это хороший годный элемент Он Первый в двух списках И нигде Нигде не не первый Извините за отрицание Отрицание Отлично Добавляем его В линеаризацию Удаляем его Из списков Остается ОО Добавляем О Все БДЕО Это то самое Вот Вот Точно так же Линеаризация С С Д Ф О По той же самой схеме Вот по той же самой логике Ну и теперь Значит Самое сложное Это Линеаризация А Что такое А Это А Собственно Линеаризация А Это сам класс А Сначала мы ищем В нем А потом мы должны Совместить Функция МЕРШ Совместить Линеаризации Двух его Родителей Это Б и С Про линеаризацию Б и на линеаризацию С мы знаем Это БДЕО И ДЗВО Вот они Ну и сам список Родительских классов Который отвечает За порядок Объявления Вот здесь порядок Наследования Здесь порядок Объявлений Отлично Тот же самый механизм МРОЦИ-3 Смотрим Первый элемент Б Он годится Добавляем В него в линеаризацию Удаляем его отсюда Смотрим Элемент Д Он не годится Почему? Потому что вот здесь Он не первый Смотрим Следующий элемент С Он годится Добавляем Его в линеаризацию Удаляем его отсюда Получаем Вот такую фигню Смотрим Снова первый элемент Д Он годится Теперь он годится Потому что мы удалили элемент С вот отсюда И теперь он первый Отлично Добавляем его в линеаризацию Удаляем отсюда Дальше Е Дальше Ф Да, нет Дальше О сначала Потому что он здесь первый Но О не годится Потому что вот здесь он второй Дальше Ф Ф годится Вот получаем А, Б, Ц, Д, Е, Ф, О Вот Можно проверить Можно проверить Если мы сейчас Вот это вот Закопипастим Прямо А, у нас уже все это сделано Да Вот он А, Б, Ц, Д, Е, Ф, О Ну, О у нас классов же Вот так это работает Давайте сразу вопросы Если что Или это надо еще переварить Пока тяжело Почитайте Вот Ну, в принципе Вот повторяю Да, здесь ничего нет Ничего нет Удивительного Кроме одного соображения До которого Вот Спасибо, значит, Елене Мы дошли в свое время Это всего лишь Наши Вот здесь вот это хорошо видно Да Вот здесь хорошо видно Это всего лишь наши Очереди Линеаризации Которые были Плюс еще одна Это порядок объявления Вот если это возможно То да Что будет Если мы поставим Вот такую красивую картинку То есть Б это у нас Е, Д А С у нас Д, Ф Да Вот Вот не такую А вот такую Кстати Тут неправильно написано Но не важно Вот Да Поменяем Е и Д местами Если мы поменяем Е и Д местами То мы можем пальцами Сами вот этот механизм Проделать И получится Совершенно иной порядок Наследования Вот А именно Вот такой Можно проверить дом На чем я в общем Закончу этот разговор Потому что на самом деле Действительно Это Ну Словами объяснять Довольно тяжело Вот Хотя Как бы Если покрутить Как это Постоять Повтыкать То в общем Все понятно В случае Множественного Наследования Та самая функция Супер Которую мы Значит Ввели Как некоторый Аналог Несуществующего Экземпляра Родительского Класса Становится Абсолютно Незаменимой Да Кстати Хочу заметить Что МРО Функция МРО Что возвращает Список классов Это настоящие классы Это прямо их список Да Этим пользоваться можно В домашке Этим нужно будет пользоваться В домашнем задании Номер один Вот То есть Это не просто Какая-то информационная Шняга Как это обычно бывает В Питоне Это не просто Информационная шняга А вполне себе Рабочий инструмент Вы можете Получить список классов Вы можете точно знать Как он устроен Первый класс Ваш Второй класс Это Один из ваших родителей Ну и так дальше Так вот Метод Супер В случае Когда Это Когда он Внутри множественного Наследования Это метод прокси Который Возвращает Все имеющиеся методы Всех родительских классов Пройденных В Порядке МРО Их можно вызывать То есть Вы Прямо говорите Вызовь мне Пожалуйста Метод Ну какой-то Вот Оттуда У кого-то Из моих родителей Он был Супер Проходит ПОМРО Находит Первый Попавшийся И оттуда Вызывает Вас При этом Понятное дело Это как бы Экземпляр Такого Несуществующего Класса Который Унаследован От всех Вот этих самых Ваших родительских классов Но ничем не является Давайте мы Наверное Вот этот Вот этот Примерчик Напишем Так Там что Я просто Переглужал Стр А там Там еще Интереснее Еще Пример Пример абстрактного Класса Привел Ха-ха-ха Хорошо Это было Слово Селфи Если Никто не понял Ох Неуспеваем Черт Слишком длинная Большая лекция Приходится Распиливать Так Return Обратите внимание Что Класс А у нас Неполноценненький Мы можем Создать его Экземпляр Но мы не можем Превратить его В строку Потому что Он будет обращаться К несуществующему Полю вал Такой типичный Пример Который В больших Толстых Языках Программирования Называется Абстрактным Классом То есть Класс Который Который Нельзя Эстенсировать Но От которого Можно Обмазывать В множественном Наследовании Чтобы 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 Штыр У нас Был Красив Давайте Так и Сделаем Только Класс Б На этот Раз У него Будет Линит Да Ну и Класс С Который Их Объединит Вот Абб Они Не важны Они Одинаковые Сначала Так Вот Да Ничего Такого Чего мы Раньше Говорили Никакого Супер Ничего Здесь Нету Единственное Для чего Я Привел Этот Пример Для того Чтобы Показать Что Класс А Имеет Смысл Только Он Не Имеет Смысл В одиночку Это Такая Обмазка Для Других Классов Которая Переопределяет Стр В Гораздо Интереснее Че Будет Если Мы Сейчас Скажем Че Мы Там Переопределяем В этой Картинке Init Да Init self Val И дальше Мы Что Хотим Сделать Ну Допустим Мы Говорим V Равняется Там Не Знаю Как Как-то Так Да Допустим Допустим Да Я Совершенно Не Важно И А дальше Мы хотим Проинициализировать Наш Класс Таким Образом Как это Делал Наш Родитель То есть Сказать Супер Init Вот Это От Этого Самого V Кажется Так Давайте Подгляжу В шпаргалку Ну Да Что Мы При Этом Сделали Мы Перегрузили Init Класс С Но Сказали Вот Тут У Какого Из Них У Моих Предков У Ближайшего Есть Хороший Годный Init Вызове Его Ну Только Он Чуть Перебитый Будет Давайте Посмотрим Как Это Работает Ну Вот Так Оно И Работает Как Мы Ожидали Вот Он Вызов Супера Теперь Мы Вообще Не Можем Толком Сказать В Каком Из Этих Классов Или В Каком Из Их Родителей Был Вот Этот Init Мы Не Можем Амро Может Да И Супер Может Вот Он Их Находит Вызывает И Мы Ими Пользуемся То есть Опять Таки Все Для удобства Программиста Ничего Думать Не надо Главное Что Такой Метод Есть Где Он Там Есть Ну Как Это Мроза Это Отвечает А не Вы Такие Дела Если Вы Думаете Что Мы Близки К концу То Нет К сожалению У Нас Есть Еще Одна Большая Тема Ват Которая Кстати Сказать С выходом 3.11 Питона Тут На днях Стало Еще Больше Но Я Не Готов Про Это Еще Больше Рассказывать Я Готов Только Про Больше Рассказывать Маленькая Тема Полиморфизм Мы Мы С вами Помним Что Полиморфизм В питоне Такой Как бы Сказать Вселенский Тотальный Что такое Полиморфизм Полиморфизм Это Возможность Исполнять Один Алгоритм Над Объектами Разных Типов Данных Дактайпинг Нам это Делают Как бы Из коробки От слова Совсем Единственное Что Можно Отнести К разделам Ограничений Полиморфизма В питоне Это Два Простейших Метода Из субкласс Который Явно Проверяет Что один Метод Является Подклассом Другого Из Инстанс Вот Из Инстанс Это Действительно Какая-то Отсылка К тому Условному Классическому Полиморфизму Когда мы Говорим Ну например Есть у нас Есть класс А Класс Класс А Есть класс Б Есть Соответственно Объекты Вот И Из Инстанс Является ли Там Кто из них Кто Сначала Объект Потом Класс Из Инстанс Является ли Объект А Экземпляром Класса А Является А экземпляром Класса Б Не является Является ли Объект Б Экземпляром Класса Б Является Экземпляром Класса А Да. Потому что он его потомок. Потому что все методы, которые определены в А, определены в Б. И это вот классический полиморфизм в том виде, в котором присутствуют в языках со статической типизацией типа Джао Си Плюс Плюс. Вот. Он тоже в МРО лазит? Ну, разумеется, изынственность лазит тоже в МРО. Понятное дело, куда бы ему еще лазить? Так же, как и из СОП-класса. Надо же выяснить в этом списке, есть ли там вот этот класс, к которому мы ходим или нет. Вот. И это все, что можно сказать про полиморфизм. На самом деле нет. Дело в том, что в последние годы очень активно развивается кусок питона, со вы ужаснетесь статической типизацией. У нас будет про это кусок лекции. Кстати, Гвида сейчас занимается примерно этим лично в Микрософте. Вот. Но это совершенно отдельный кусок. Это немножко другой язык программирования, преследующий немножко другие задачи. Поэтому мы двигаемся дальше. Времени у нас почти не осталось. Еще одна тема, это тема проксирования. Вместо унаследования класса друг от друга, вы можете сделать так. Вы можете взять, хранить экземпляр вот этого вашего внешнего класса внутри себя, а дальше все его методы изображаются. Получится, правда, довольно накладно. Сейчас покажу, как получится. Давайте посмотрим в T11-питон. Значит, вот он. Вот, например, как реализован тип под названием user-class, user-string в питоне. Есть в модуле Collections тип под названием user-string. User-string это такой стринг, который можно унаследовать, от которого можно унаследовать свой объект, и там будут те самые преобразования типов, о которых мы говорили в начале лекции. Ну и что вы думаете? Он хранит такие... Где тут init? Да, вот он init. Он хранит такие соответствующую строку в виде собственного поля. А дальше тупо проксирует все методы. Все. 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 Они еще не кончились. Вот. То есть идея состоит в том, что проксирование в питоне, ну, скажем так, затратно. Нет синтаксических средств как-то автоматически обращаться к полям проксируемого вами класса, то есть хранимого элемента. Вот. Потому что мы помним, что поиск в этих самых спецметодах, он так устроен, что... Ну, он более хитрый. Да, вот. Почитайте, кому интересно. На прошлой лекции была ссылка. Вот. Вторая и последняя тема, главная на сегодня, на которую осталось что-то минут 10, кажется. Да? Это плохо, потому что она большая. Это исключение. Вот. Значит, что такое исключение? Исключение такой объект питона. То есть если мы сейчас скажем, скажем, dear built-ins, мы увидим, что большая часть объектов, которые по умолчанию левят в built-ins, это те самые исключения. Вот. Это такой объект питона, который с помощью специального механизма, называемого race, вбрасывается в поток вычислений и обрабатывается либо вами, если вы написали соответствующий оператор, который называется try-except, вот, либо самим питоном. Идея состоит в том, что исключение у вас происходит в одном месте, и вжух, обработка его происходит совершенно в другом месте. Это такой способ нелинейного переключения потока управления. Очень многие думают, что исключение – это такой способ обработать или, еще хуже того, замазать ошибки в вашей программе. Ни в коем случае. Исключение – это способ передачи управления через вот эти самые многочисленные стаки вызовов. То, что с помощью условных операторов было бы довольно тяжело проделать. Ну вот, соответственно, ну вот, вы можете тупо сказать race, не знаю, там, модуль not found error. Ватс. Какую-то ошибку. Усключение – это классы, которые наследуются друг от друга. И вы можете поймать одним, одной клаузой except. Ну, давайте сейчас try. Это, наверное, надо все-таки прямо в... Секунду. Сейчас. Да, елки-моталки. Ну, просто, если сейчас я в Vim запущу, то он будет неправильного цвета. Ну, ладно. Значит, давайте попробуем. Try. Сейчас, только тогда. А, я знаю, что надо сделать. Секунду. Вот, Vim.bg. Vim.bg равняется light. Чтобы на белом экране было видно хорошо. Да, значит... Во. Значит, итак, исключение. Давайте мы прям что-нибудь такое сделаем, чтобы было понятно, как это работает. Значит, что-нибудь типа простого, да, там... А, запятая B равняется 1, запятая 2. Try. Print. Print. А делить на B. Except. Пт. Пт. Ну, допустим, division error. Expect, да. А чё-то он мне не раскрашивает. А чё это? А чё это? Нет, погоди, погоди. Так не должно быть. Ща. Zero division error, потому что... 20. Я помню, что Vim такие штуки раскрашивает. А эту не раскрашивает. Значит, я чё-то не так набрал. 20. Да. Так. Ну, скажем, print. Ку-ку. А. Ну да. Вот это такая типичная ситуация, когда мы именно что... Именно что... Чё тебе не нравится? Именно что обрабатываем ошибку? А, понятно. Ну вот, 0,5. А если мы здесь напишем 0, то там будет ку-ку. О, ку-ку. Это типичная ситуация, когда мы именно что обрабатываем ошибку, но идея, в общем, вам ясна. Да? Значит, мы говорим, какой именно объект нам приехал. Мы его проверяем. Мы даже можем, знаете, что сделать? Мы можем даже сказать ему... Мы можем даже сказать ему... Да. Но. Смотрите. Сейчас давайте сделаем что-нибудь типа Eval от Input. Только A, B, A, B. Eval от Input. Как видите, мы здесь обрабатываем только один тип ошибки, а именно 0, Division, Eval. Соответственно, если мы... Eval. Да. Тороплюсь. Тороплюсь. Время-то у нас нету. Такое ощущение, что рассказ про исключения придется слегка отложить. Это плохо. Или не отложить. Посмотрим. Значит, ну вот. Значит, все хорошо. Все еще хорошо. Давайте мы введем что-то, что вызовет какое-нибудь другое исключение. Ну, скажем, один, запятая... Вот так. Как видите, это исключение мы не отработали, потому что это исключение Type-Year. Но фишка стоит в том, что исключения в Python-е это объекты друг от друга унаследованные. У них есть иерархия дерева. И вы можете вот здесь вот словить исключение более высокого ранга. Например, сказать вот так вот. Exception. О! В этом случае все исключения, кроме синтаксической ошибки еще там какого-то, попадут под вот этот except. Почему? Потому что они все являются инстансами вот этого exception. Exception это очень родительский такой, очень базовый объект. Хуже него только base exception, но его не надо ловить, потому что некоторые, ну, допустим, runtime error тоже base exception, и если вы его словите, у вас опять случится runtime error, ну, и вот. Дурная бесконечность. Но теперь у нас программа обрабатывает все исключения, которые могут быть, вот, например, вот так вот. Видите? Вот. Более того, мы можем даже сказать вот так вот, сказать ему as e, и здесь написать, какое именно исключение у нас там, собственно, возникло. Да? e happened. Вот. То есть, если мы пишем, да? Division by zero happens, а если мы так пишем... Значит, исключение. Мы сами можем проверить иерархию этих самых исключений, если поглядим вот на эту картинку, которую я за недостатком времени, наверное, не буду показывать, как она работает. Вот. Смотрите. Мы определим b как исключение, поскольку исключение это классы, унаследуем от exception, c унаследуем от b, d унаследуем от c. Ну, показывать, как оно работает, буду, не буду писать это в прямом эфире, да, с копипащей это. Просто времени у нас нет. Вот. И в результате такая картинка, такая картинка сейчас, будет... Что я сделал неправильно? Вот. Да? Значит, смотрите. Иерархия исключений у нас такова, что мы в нашем try говорим так. Словил d, пиши d, словил c, пиши c, словил b, пиши b. Все хорошо. И действительно, мы вот можем написать, что мы рейзим сначала b, исключение b, и ловим b, потом c, ловим c и так дальше. Но, например, если мы переставим местами строки в этой штуке, например, поднимем b чуть выше. Знаете, что произойдет? Как вы думаете? Ну, то вы понимаете, все. Но если d, b, b... Да, совершенно справедливо. Поскольку b у нас является базовым исключением, то он попробует сначала d, нет, это не d. b, да, это d. И вот это d, в смысле b, и вот это b. Да? Совершенно справедливо. Поэтому выглядит это будет вот так. b, b, d. Да? Значит, он и здесь поймает b, и вот это поймает b. И только d он поймает как d. Потому что таков ранг исключений. Абас. Ну, тут, собственно, осталось всего ничего. Значит, есть два, значит, есть важные вещи, которые я не буду показывать пальцами, потому что это просто долго. Но покажу, как это выглядит в документации. Опс, тут неправильная документация. Покажу, как выглядит в документации. Значит, есть клауза else. Клауза else к... Надо было сделать. Клауза else к исключению, это если исключений не было. Вот, сейчас, смотрите. Else. клауза else. А если было, то это else не выполнится. А, нет, не так. Вот. Видите? Это окей не вывелось. Клауза else, это если исключений не было, удобная штука. Да, значит, еще, еще более интересная клауза, которая называется finally, которая выполнится вообще всегда, даже, если исключение не отработано. Смотрите, сейчас мы это сделаем. Давайте вернем здесь, вернем здесь, что там, Zero Division Error, да? Что я сделал неправильно? Было же все правильно. Сейчас копипащу. Может я правильно написал? Может быть это непривычный просто этот самый? Да, я правильно написал. Во, смотрите, сейчас наш код хватает исключения только Zero Division. Да, если мы напишем что-нибудь иное, ну, чего тебе не нравится? А, потому что else не тут. Сейчас должно быть вот здесь. Вот. Если мы напишем что-нибудь правильно, то все хорошо. Обратите внимание, finally выполняется. Он выполняется вообще всегда. Но что интереснее, finally выполнится, даже если мы словили, если мы не словили исключение. То есть, если произошло исключение, которое мы не отрабатываем. Вот оно, неотработанное исключение Type Error, которое мы не ловим. Но ку-ку-ку, как видите, выполнилось. Очень удобная штука. Так называемая Finalizing Code. Например, закрыть файл, если при работе с ним что-то произошло. Вы прочли из файла. Там, трах, бах, ошибка системы, что-то. Закрыть-то его надо. Ну, а то он, мало ли что. Или там, неторг-соединение, значит, взять и раздернуть. Вот. Такая вот штука. Из того, что я собирался рассказать, прям рассказать, я не успел рассказать про произвольные параметры исключений, сходите по ссылке посмотрите. Я хотел показать вот этот код, я потрачу минуту, покажу его. Про оператор рейс я рассказал. С этим кодом ситуация следующая. Я не устаю повторять, что исключение это не обработка ошибок, как таковая. Это переключение потока вычислений, управляющего потока. нелинейное, из точки в точку. Вот пример. Он очень простой, но он, это было x2, x3, он очень простой, но он иллюстрирует, почему, ну, мои слова. Да? Вот. Смотрите. Очень простой пример. У нас есть функция дивизор, которая что-то там делит. Она, разумеется, может выбросить зеродивижнер. У нас есть специальная обмазка, которая пробует произвольную функцию с произвольными параметрами, ловит зеродивижнер. И в случае, если оно его словило, возвращает специальный объект бесконечность, который в массе у нас есть, да? Ну, а в случае, если не словило, возвращает, собственно, результат работы функции. И у нас есть, собственно, код, который как-то работает, вот он, значит, выводит там по очереди, да? Вот выводит, он вводит минус 50, минус 100, внезапно бесконечность, потому что его обработало функции в раппер, да? Потом 100 и 50. Обратите внимание на то, что ни в этом коде, ни в этом коде никаких исключений мы не обрабатываем. То есть, у нас есть чистая функция, которая что-то делает, да? Которая может притащить с собой исключение. У нас есть чистый код, который что-то делает, да? Он дергает функцию, дивизор, который может, который может вызвать исключение, но обработчик исключений находится между ними. Фактически, мы исключение возбуждаем вот здесь, а обрабатываем вот здесь. А вот здесь вот мы уже не помним, что мы его обработали. Вот. И последнее, что я должен все за сегодня сказать, и это тот факт, что в 3.11 питоне вот эта вот идея, что исключение это не обработка ошибок, а не линейное переключение потока управления, приняла несколько ужасающей формы, которые называются exception group, про которые я рассказывать не буду, просто скажу, что они существуют. Смысл exception group состоит в том, что вы можете одновременно возбудить целую пачку исключения, не одно, одновременно, вбросить сразу их несколько. И их поймают обработчики в нужных местах соответствующего исключения. То есть так, жух, и там, можно обработать целую группу, для этого придумали даже специальный синтаксис except звездочка. Вот. Вот вы вбрасываете группу исключений, вот вы обрабатываете type error, а еще отдельно os error, разные обработчики. Я пока не осознал всю величину вот этого открывающегося перед нами пространства, да, но теперь становится совершенно очевидно, что это не про обработку ошибок. Это про то, чтобы в одном месте сказать, произошло то-то, то-то, то-то и то-то, и в каких-то других местах разных, потенциально разных, это дело обработать. В чем проблема просто вбрасывать рейс в цикле? В том, что вы можете не вернуться в это место. Что значит вбрасывать рейс в цикле? А, все. У нас произошло нелинейное переключение, мы вбросили исключение, хватит, вот где-то там его словили. Да, у нас весь этот стек схлопнулся. В том-то и дело. В общем, такое. Я понимаю, зачем это нужно. Это связано с активным развитием асинхронности в языке, потому что у вас все эти обработчики еще и асинхронные могут быть, господи. Ну, ладно, значит, все, я больше в это не умею. Значит, если есть какие-то вопросы по тому, что было, задавайте. домашнее задание минимум одно будет на исключение, но оно простое, оно только многописное, то есть там надо прям написать. В остальных случаях оно совсем простое. Вот. Вопросов, я понимаю, уже нету, все уже устали. Ну, окей, тогда у нас в следующий раз с вами давайте посмотрим какие-нибудь декораторы. Точно. В следующий раз мы продолжаем, заканчиваем, вернее, наше поверхностное знакомство с моделью объектной в питоне и, как это, думаем, как бы это без словарей, нам без этих самых обойтись, без пространства имен совсем или без словарей. Вот. И еще рассматриваем такую волшебную штуку, которая называется декоратор, вот, которая на самом деле очень повсеместно используется в программировании, но это уже в следующий раз. А пока что, видимо, все. эмот. Значит, тут меня задали вопрос, почему нельзя принт-окей написать перед-экцепт, но я не понимаю, к чему это, поэтому, видимо, это ни к чему, да? Давайте посмотрим, может быть, где-то это. Ну, в общем, нет, не знаю, не знаю, видимо, видимо, я упустил. Тут спрашивают про какой-то из этих примеров, спрашивают, почему нельзя было принт-окей написать перед-экцепт. потому что это else, потому что это ситуация, когда ее можно было написать вот здесь, его можно было написать вот здесь, но, как вы понимаете, это логически разные места, да? Здесь, кстати, спасибо за вопрос ко всем, извините, вот 30 секунд. В эклаузе try пишите только то, что может вызвать исключение и желательно только одно, иначе сами задолбаетесь. Например, вот этот принт-окей, вы думаете, он не может вызвать исключение? А если у вас стандартный вывод закрылся и у вас будет исключение записи в файл? Понимаете, да? Поэтому нет, никогда не пишите внутри try больше, чем нужно. Тут и так в два раза больше написано, чем надо. Нам-то надо было обмазать а делить на b. Вот. А мы обмазали еще и принт. Мало ли что. Вот. Поэтому ответ на вопрос, почему вот этот принт-окей я не написал вот здесь, потому что мы рискуем обработать еще исключение, которое вот от этого принт-окей возникло. Так делать не надо. Все. Давайте, уже хватит. Мы как бы и так сегодня вбили довольно много времени. Всем спасибо и до новых встреч. Продолжение следует...